Быть патриотом Родины, быть подготовленным к ее защите, делать все для того, чтобы страна была сильным и мощным государством. Об этом и многом другом говорят с учащимися школ области во время военно-патриотических сборов. В этом году они проводятся во второй раз. Участники всего 15 команд, члены военно-патриотических клубов, работающих при учреждениях образования. Военно-патриотические клубы действуют сегодня при многих учреждениях образования. Отмечают, что ребята с удовольствием там занимаются, обучаются навыкам военного дела. Но не только это осваивают они. В первую очередь с подростками проводится большая работа по патриотическому воспитанию. Они хорошо знают героев войны, казахстанцев, чьи подвиги сыграли важную роль для достижения победы. Хорошее и нужное дело. Ребята получают военно-патриотические навыки, общение. Проходят подготовку по строевой подготовке, по огневой подготовке, стрельбы. Смотр песни. Ребята знакомятся друг с другом, повышают свой уровень. Каждый является будущим защитником своей Родины, своим патриотом. Задача государства и школы – воспитать мужественных, здоровых и смелых людей, готовых учиться и работать на благо своей страны. Правильно воспитанная молодежь должна стать на защиту своей семьи, своей малой Родины и своего государства. Подросткам говорят о том, что когда страна сильна своими людьми, ее не приходится защищать с оружием в руках. Мне очень нравятся подобные мероприятия, потому что они мне дают почувствовать себя патриоты нашей страны. И я считаю, что это очень интересно и развивающе для детей. И каждому гражданину нашей страны, нашей республики, надо являться патриотом. Я участвую в таком мероприятии первый раз. Но я надеюсь, что в ближайшее время будут похожие мероприятия. Второй год подряд инициатором проведения военно-патриотических сборов среди учащихся школ становится общественное объединение ГАСЭР при поддержке управления по вопросам молодежной политики области. Сами же военно-патриотические клубы при школах проводят с подростками большую работу, проводятся уроки мужества, организовываются встречи с ветеранами, посещаются музеи. Цель данного мероприятия – это патриотическое воспитание, это привитие любви к родине, именно авторитет воинской службы. Это мероприятие проходит в течение двух дней. В рамках данного мероприятия организуются учебные тренинги, семинары для руководителей военно-патриотических клубов и также спортивные мероприятия и тренинги для участников клуба, то есть для учащихся. В рамках проходящих сборов обязательны и экскурсии в воинские части региона. В этом году ребята познакомились со службой воинской части 55-17. В дальнейшем планируется распространять работу военно-патриотических клубов области не только по увеличению их численности, но и усилению военно-патриотического воспитания в молодежной среде.